Новотихвинский женский монастырь Екатеринбурга готовится к встрече Рождества. О том, как традиционно украсить рождественский подарок и как его наполнить духовным смыслом, рассказали сестры обители. Господь Иисус Христос в Себе примирил людей и Бога, примирил человечество и Небесного Отца. И в этом особенная радость праздника Рождества Христова. И мы знаем, что одними из тех, кто поклонился родившему Богомладенцу Христу, были волхвы, мудрецы. И они принесли особые дары, знаменательные дары, золото, ладан и смирно. И поэтому мы в подражании волхвам дарим друг другу подарки. Потому что, как сказал Господь Иисус Христос, Он в каждом из малых сих. То есть, если мы творим милость своему брату, если мы творим милость своим ближним, значит, мы творим милость саму Господу. Мы отвечаем на его милосердие, своим ответным милосердием. Екатеринбургский Новотихинский женский монастырь возрождает традиции дореволюционного празднования Рождества. Рождественский подарок, по мнению сестер-обителей, должен нести не только эстетическое удовольствие, но и духовную радость, какой явилось для всего человечества рождение Богомладенца Иисуса Христа. Поэтому в подарок можно вложить открытку с духовными стихами, или магнит с цитатами из творений святых отцов, или подарить душеполезную книгу. Сначала подвешиваем брелок, делаем бантик. До революции подарки упаковывали всевозможным образом. То есть были, например, резные сани такие миниатюрные, ну, может быть, не точно такие, но примерно такие, которые тоже укладывали сладости. Разные конфеты, пряники, золоченые орехи, и которые тоже своим видом придавали подарку нечто таинственное. В обители возрождают и традицию оформления рождественских подарков. В специально вышитые мешочки с различной праздничной тематикой можно положить сладости, конфеты, пряники, а также магнит или брелок с духовным наставлением. То, что всегда будет под рукой, всегда с полезным назиданием. В прошлом году я, например, дарила иконки всем именные, с их святыми, со святым каждого человека. Вот. Ребенку какую-то игрушечку. Ну, у нас обычно мы упаковываем, мы с дочкой покупаем подарочную красивую бумагу, покупаем такие наклеечки, значит, красивые какие-то бантики, ленточки. Все это вместе с ней упаковываем. Она сидит, подписывает каждому, атикеточку наклеивает и каждому потом дарит. Родственники в канун Рождества разбирают свои подарки, причем мы обмениваемся подарками. Все это, конечно, сопровождается комментариями, бывает даже шуточными. И, конечно, очень все это весело, весело, радостно. Редактор субтитров А.Семкин